Всего 15 минут в автомоечном боксе и автобус под управлением Вадима Челышкова снова чистый. Сначала машину моют вручную, параллельно идет уборка внутри салона, затем автобус проезжает через механизированные щетки, после чего машину протирают, чтобы отправить в рейс. Сам водитель признается, что в чистом салоне и работать гораздо приятнее, поэтому в обед старается поддерживать порядок в машине. Пыль залетает, и то есть приходится даже в обед, как бы такую полувлажную уборку сделать, можно побрызгать водичкой и метелочкой сместить там билетики, всякую пыль, все такое, 30-30, чтобы после обеда опять ехать на чистой машине. На автобусном транспортном предприятии такую процедуру перед выходом на линию проходят все машины автопарка. Это более 350 автобусов в сутки. Чтобы не создавать очередь на мойку, потоки машин разделяют. Стоит отметить, что кто-то это делает в вечернее время, потому что если у них утренний выезд, первые рейсы в 5-6 утра, они стараются это делать вечером заблаговременно. У кого более поздний выезд, они делают это с утра, чтобы не образовывалась пробка на мойке. Как выполняют обязанности по подготовке машины предприятий, проверили специалисты городского департамента транспорта. Также обсудили возобновление санитарных мер по обработке салонов. Осенью, чтобы минимизировать распространение сезонных заболеваний, автобусы снова будут дезинфицировать, а персонал пройдет процедуру вакцинации. Когда мы зайдем в осень, у нас начнется очередная ежегодная тема с сезонными прививками. Когда мы всем сотрудникам транспортных предприятий предлагаем поставить себе вакцину, теперь опять не от ковида, но от сезонного гриппа. В первую очередь это адресовано водителям и кондукторам, то есть тому персоналу, который с большим количеством людей контактирует. Подобную работу производят и в других транспортных предприятиях города. Чтобы пассажиры с комфортом добирались до работы, дома или по другим делам. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События.